Эта авария, рассказывает мужчина, перевернула всю его жизнь. В самый час пик на одном из перекрестков в его внедорожник врезался автомобиль. За рулем, говорит, сидела женщина. Все остались живы, а он инвалид первой группы. У меня лопнул второй позвонок. Это как раз головной мозг, который дает команду рукам и ногам. У меня повреждение серьезное, которое сейчас является последствием ДТП. Я стал инвалидом первой группы. И он вот ехал, я его увидела, остановилась, и он вглупился в меня. Но Инги Беспаловой, ее признали виновной в той самой аварии по административному делу, своя версия. Женщина утверждает, что Игорь Кунцевич занимается вымогательством. Сказали, вот пять тысяч долларов возьмите, чтобы восстановить моральный ущерб, машину, чтобы даже восстановить элементарную. Он сказал, хорошо. Потом он узнает, кто я, например. Через два дня он сказал, нет, не пять, а пятнадцать. Или машину мне новую берите. А узнал пострадавший, по словам женщины, что она дочь известного в городе предпринимателя, владельца кондитерской Зинаиды Пархоменко. Если бы была не я, не было бы это кренди. Это бы сразу разрешилось. Именно из-за нее, признается мужчина, уголовное дело закрыли, несмотря на то, что все подтверждающие инвалидность документы у него на руках. Ну, после ДТП я встречался один раз с Зинаидой Ахметовной и показал заключение, потому что на связь никто не выходил со мной. Мне другого варианта не было, как обратиться к ее матери. Игорь Кунцевич намерен добиваться справедливости и дальше. Он снова написал письмо в прокуратуру. Аида Хамзин, Артем Кохан, Севенюз, Павлодар.